Привозили лошадей и нас катали. Потом, после того, как покатали, нам выдавали погоны. Так в казачьей школе принимают в первый класс. Ко всем аутентичным атрибутам приобщают с детства. Казачья школа в станице на Тухаевской одна из первых на Кубани. В ней обучаются почти 300 мальчишек и девчонок. К программе классической школы добавлены такие предметы, как история православия, кубанского казачьего войска, обычаи, традиции казачества и, конечно, владение шашкой. Казачьи классы и казачьи школы – это первая ступень в новой системе обучения казаков на Кубани. Конечный этап – кадетские корпуса, которые должны готовить будущих атаманов. Именно от их профессионализма зависит, каким будет все кубанское войско, заявил на отчетном сборе его атаман. Вот именно на таких атаманов мы и должны опираться. Вот такие атаманы, которые не прилипают к своим креслам, которые ездят, которые организовывают взаимодействие с местными властями, которые ездят по станицам и хуторам, которые решают проблемы и вопросы казаков. Вот такие атаманы нужны. Я очень горжусь, что на сегодняшний день приходит уже новая плеяда атаманов. Новые креативные атаманы. Атаманы, которым не безразлично, что будет завтра в его станице, в его хуторе. О роли казаков в жизни региона говорил и губернатор Краснодарского края. Сейчас больше половины выпускников казачьих кадетских корпусов уходят на военную службу и разъезжаются по всей России. А ведь такие подготовленные молодые люди – отличный потенциал для самой Кубани и не только в силовых структурах. Воспитывая казачат, мы должны обеспечить себе экономике Кубани, здравоохранению, медицине, образованию будущее. Поэтому здесь надо понимать то, что они должны вернуться в нашу экономику, в нашу региональную экономику. Мы не настолько богаты, чтобы отдавать их всех в военные училища. Не настолько богаты. Вот может быть они создадут те сельхозпредприятия, может быть они создадут ту образцовую медицину, то образцовое образование, которое нам сегодня необходимо. Поэтому давайте более взвешенно подходить и к ориентации вот тех выпускников, которые сегодня заканчивают наши казачьи классы, кадетские наши училища. Это главный, друзья, кадровый наш потенциал. Уходящий год для казаков во многом стал переломным. Именно в 2016-м, после распоряжения губернатора, казачьим обществом стали выделять землю для сельского хозяйства от 300 до 500 гектаров, без возможности передачи в субаренду. В работу уже пустили 12 тысяч гектаров участков. У нас со станиц уезжают, нет работы. Если будет земля, у нас будет оставаться народ, будет работа. Стратегически очень правильное направление. Год-два мы станем на ноги крепко. Мы освоим кредиты. Главное сегодня, что мы должны налоги платить и получать хотя бы начать какую-то прибыль. Те деньги, которые зарабатывать будут казаки, они будут давать это все на развитие станиц, людей в станицах и хуторах. Стать финансово самостоятельными и не зависеть от бюджета – то, к чему должны прийти казаки в ближайшем будущем. В следующем году продолжится выдача земли. Однако, чтобы получить ее, казакам придется объединяться в кооперативы. Не должно быть даже намека на спекуляцию выделенными участками. Почему от вас нет никакого посыла, чтобы это создать? Потому что ведь и главы тоже, они реально понимают, кому доверить землю. Вот просто казачьему войску кубанскому я их где-то здесь понимаю. Они хотят доверить предприятию. Предприятию, которое может работать, которое может зарабатывать, которое должно получать прибыль. И от вас должны быть шаги навстречу. Должна быть инициатива снизу. И только снизу. Но если вы не показываете даже направление, то, конечно, мы сверху вряд ли сможем увидеть. Создайтесь, организуйтесь, образуйтесь. Тогда на самом деле и главы поверят в то, что сегодня есть казачьи сельхозяйственные предприятия. И тогда по-другому я могу с них спросить и сказать, слушайте, вот если сегодня они есть, почему тогда у них нет реальной земли? Еще одной, по сути, реформой для кубанского казачества в этом году стало принятие решения назначения атаманов районных обществ заместителями глав муниципалитетов. Все эти новшества учтут и при разработке законопроекта о развитии российского казачества, который готовят на Кубани. В край уже работает специальная группа. Она направит предложения в Государственную Думу. В частности, о создании казачьей муниципальной полиции и отдельных казачьих воинских частей. Только реальными делами и службой можно добиться уважения среди населения, обратился губернатор к казакам. Мы не навяжем народу любовь к казачеству, пока казак сам не влюбит народ в себя. Ну не может быть по-другому. Все остальное опять будет вранье. Мы будем навязывать, навязывать, навязывать. Не нужно навязывать. Нужно реально влюбить в себя народ, но реальными действиями, поступками, заботой о народе. Вы поставьте себя на месте обычного жителя и поймете, что вызовет у него авторитет. Нет. Просто парад, красивая форма, щелкнение каблуками. Или по вселенной жизни вот тот казак, мужик, который реально заботится о своем селе, хуторе Станицы. Который хочет сделать его лучше, краж. Вот просто на одна вещь, смотрите, реально. Нужно то казачество, которое будет влиять на социально-экономические процессы в обществе. Не всегда удобный для казаков разговор с губернатором длился больше часа. Венемин Кондратьев заметил, время возрождения казачества прошло. Теперь реальных дел должно быть больше, чем общих фраз. Казаки критику приняли, не рубив с плеча. И заверили, будут и дальше доказывать они не только колоритная картинка. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова